здравствуйте меня зовут шура и вы на канале handmade as a хочу сделать сегодня серьги из белой лавы к своему браслетику который я делала в прошлом видео вот что еще у меня на столе и сижу вот сижу и думаю ну как же мне достать белой лавой разного размера если белая лава у меня есть только вот такого размера 10 миллиметров по моему сижу и прямо вот понимаю что купить не могу потому что не придет все прямо сейчас а вспомнила что у меня вот есть черная лава и многое у меня вот и пришла мне в голову интересная мысль они сделать ли мне черную лаву белой у меня ведь все для этого есть у меня есть какая-то акриловая белая краска просто какая-то не покупала и специально она лежит дома просто белая и еще у меня есть матовый лак потому что лава она матовая и сейчас я попробую сделать себе белую лаву из черной лавы в это обратите внимание мне под руку попались мои круглогубцы и буду красить вот две эти бусины вот уже начала да и когда я делаю их на проволоку я думала буду их на проволоке красить до оказалось очень неудобно не знаю вот буду красить по-видимому у будет два слоя хорошо что акриловая краска сохнет быстро и в общем то как только она чуть-чуть подсохнет я тут же и его одену вот на проволочку да как я и будут планировала в начале и буду делать другие бусины ну вот я покрасила покрыла лаком и посушила вот эти вот эту бусину это вот обратите внимание это настоящая лава то есть настоящая белая лава а это вот крашена здесь у нее некоторых местах пробивается все-таки черный цвет я не смогу использовать вот эти бусины потому что они немного они не блестят то есть это как бы несмотря на то что это матовый лак он блестит все-таки а эти вот у меня бусины не блестят абсолютно можно покрыть три раза просто я думал что два раза будет достаточно оказалось недостаточно вот это первая идея закрываю отверстие которое не совсем прокрашена шапочкой сейчас буду делать петельку и моя петелька должна будет пролезть вот в эту бусинку маленькую то есть у меня есть точно такая но побольше вот такая да тут сюда точно пролезет это вот бусинка она поменьше и мне нужно будет сделать очень маленькую петельку не тот я сейчас смотрю мне кажется что большая петелька выходит ну ладно я ее уменьшу я вот так это вижу вот такая маленькая петелька и надо сразу попробовать попробуйте сразу идет или нет идет отлично то есть можно ее оставить и теперь нужно взять еще один пинг и сделать еще одну петельку ну вот я сделал еще одну петельку да и теперь попробую ее провести видите она не проходит мне нужно будет ее заузить вот так вот и просто ее вот так она может быть не выглядит теперь красиво да она закривилась у меня этот момент вообще не волнует и вас не должен и вот так делаю закрыла ну вот и теперь я одеваю и она опять не проходит и мне нужно будет ли снова приплюснуть и теперь я одеваю эту бусинку большой дырочкой и вот обратите внимание все все красиво по моему выходит очень хорошо на самом деле вот эти два камня не не тяжелые вот эти вот не тяжелые вот этот вот тяжелый но не очень тяжелый то есть я думаю что из других каких-то материалов я бы не могла носить подобные серьги потому что они не были бы достаточно легкие для меня потому что вот три бусина это тяжело все таки я вообще решила сделать еще черные серьги себе не вот вам могу показать здесь это меня был такой макет я думал что я буду красить вот эти вот три бусины и возможно стоит поставить на четвертую ну вот это получается очень длинным ну и мне понравилось вот эти вот это черное сочетание без белого на мне кажется что вот такая вот черная сережка тоже в общем-то актуально мне кажется они достаточно стильные и хорошо выглядят так что я буду делать не только белые но еще и черные а сейчас я сделаю петельку и буду делать швензы как делать швензы у меня есть видео и я оставлю ссылку под видео в инфобоксе вот тут для тех кто не знает как делать швензы самому ну вот я сделала две сережки и сейчас буду делать швензы швензы я буду делать очень простыми ну вот видите это мой пин и у меня будет маленькая петелька вот такая вещь это сделаю еще одну такую ну вот и теперь я вот ставила сюда такую толстую проволочку если у вас нет проволочки спица может подойти и теперь я буду хочу красиво загнуть нужно немножко дальше пройти вот чтобы у меня был нормальный рычаг вот так то есть они загнутся одинаково да не может сейчас немножко кривые но их можно выровнять молотком а вот этот изгиб у них будет абсолютно одинаковый вот такие маленькие швензы у меня вышли ну его теперь меня это швенза и мои сережки почти готовы я одеваю не спереди как вот мы обычно а с другой стороны потому что здесь есть это лучше шарик да и он будет мне мешать ты можно посмотреть как все это будет выглядеть вот как то так очень неплохо и я хочу сделать себе точно такие же черные из черной лавы мне кажется вот они как ты они простые но эффектные вот ничего особенного просто какие-то белые бусины серебряные шапочки абсолютно простые но все мне очень нравится и кстати можно сделать еще снеговика кому интересно просто здесь шарпи может быть нарисовать глазки или приклеить небольшую какую-то бусину вот и получился вот такой снеговичок но снеговичка делать не буду вот сейчас я померила эти сережки они оказались немного тяжелее чем я ожидала и конечно я могу их носить но ухо оттягивается это заметно вот я не люблю когда уши оттягиваются и сейчас она а серьги не нравится то есть я все еще хочу вот вот именно это носить мне тут пришла в голову идея сделать клипсы и я померила эти сережки на клипсы как я их померила просто посмотрела знаете вот потому что клипса крепится ко всему уху да и выглядит гораздо лучше вот вот так я подвесила ее просто повесила да на клипсу и прикрепил к своему уху и оказалось что очень хорошо неплохо вот с клипсой не тяжело насти у меня есть вот такой гвоздик да и вот здесь вот видите у меня ушка и сюда будет вот подвешено вот эта вот часть и вот так вот это будет выглядеть и вот эту вещь придется на как проклеить а вот это вот ножку придётся отрезать и вот сюда вот к середине да вот прям вот где вот прям подножку под эту данная попробую ее как можно лучше отрезать точнее откусить да вот прямо будет приклеена вот сюда это вот штучка клипса так ну только но не в этом положении в правильном и возможно не вот в своих черных сережках да я попробую сделать их полегче будут облегчить их не знаю вот мне нужно будет значит этот камушек использовать и не знаю может быть после этого вот этот вот пропустить и не знаю надо будет подобрать я сейчас не вижу подходящего размера черные лавы есть белая лавана заметно что она меньше может быть тогда просто глупо вообще черную лаву покрасить 5 свет а белую лаву покрасить в черный цвет потому что нет подходящего размера пусины ну вот я покрыла акриловой краской и лаком гвоздики и вот здесь я уже отстригла ножку вот тут вот и сейчас я буду вот эту ножку отстригать и я думаю что ее просто нужно капнуть на нее лаком потому что вот из-за того что вот это вот углубление здесь и совершенно не могу туда подлезть и подточить вот ну вот вот с помощью этих вот плоскогубцев не уверена что это плоскогубцы и плоскогубцы с помощью вот этого инструмента я буду вот отрезать вот ну вот так и отрезала видите достаточно коротко но как я уже сказала отшлифовать я никак не могу и вот сюда можно будет повесить вот эту вот сережку вот это вот деталь и я бы хотела просто посмотреть как это будет выглядеть да потому что у меня еще не совсем высохла вот это этот белый гвоздик вот и я бы просто хотела дать ему немножко больше времени ну вот так вот это как-то будет выглядеть по моему очень даже неплохо так вот но прежде чем вот это подвесить здесь да я хотела бы разобраться вот с этой вот деталью то есть она должна досохнуть она она как бы не липнет к пальцам но я чувствую что она еще не высохла вот я сейчас суда капельку клея мне клея лака капну и буду и возьму вот эту клипсу и вот приклеиваю да и кстати вот это вот я с чищу да и вообще не забудьте что перед тем как что-нибудь покрасить да нужно по крайней мере обезжирить и и вот здесь вот мне конечно здесь эта краска акриловая она натекла здесь вот если вы помните были отверстия да вот их можно посмотреть вот я не хотела никаких отверстий там потому что мне нужно приклеивать клипсу да я дала возможность краски вот протечь туда ну и потом она высохла вот такие клипсы у меня вышли в общем они очень хорошо сидят и когда я одеваю они у и выглядят кстати очень объемными как и планировалось единственное что вот хотелось бы иметь вот такую же поверхность и здесь но но такой поверхности у меня нету да и можно конечно наверное можно заказать кабошон из лавы хотя вообще-то я не видела кабошонов из лавы возможно они все-таки существуют нужно поиска в данной ситуации я искать ничего не буду потому что это серьги одного или пару дней я делаю их специально на новогодние праздники да и для того чтобы поддержать свой браслет вот и вот когда они одеты очень хорошо смотрятся потому что вот может сложиться впечатление что вот эта часть должна быть серебряная для поддержания вот этих частей но когда это одета до на ушки то поскольку это смотрится вот по-другому да это смотрится это плоская на рук вы видите да а а это кругло это шар так куда это шарик это плоская ты вот за счет разницы вот форме очень хорошо выглядит и в общем-то серебра не нужно я очень довольна я вот только вот недовольна своей вот этой краской акриловой потому что она оказалась очень долго сохнущая мне даже пришлось включить вентилятор чтобы скорее высыхала я так никогда не делаю с акриловой краской вообще рассматривал акриловую краску как ну как бы жидкий пластик да но надо посмотреть в конце концов она высохла да просто она высохла как бы не вовремя а на это мое видео подошло к концу всем удачи и скоро увидимся или услышимся